Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 21 июля обеспокоенная женщина приехала к сыну домой. На колпачный переулок и обнаружила на кровати тело его 25-летней невесты с множественными кровоподтеками и синяками. Мама жениха забеспокоилась, когда не смогла дозвониться до влюбленных, которые жили в центре Москвы. Подождав пару дней, женщина отправилась к паре домой и на месте увидела страшную картину. Полуобнаженная невеста лежала на кровати с множественными травмами и рубленными ранами. Жениха в доме не оказалось. Сейчас парень является главным подозреваемым. По делу о жестоком убийстве. Следователи установили личность погибшей. Ей оказалась 26-летняя Марина Панкратова. Жених Александр Воронин, который по сообщениям журналистов является племянником сотрудника ФСБ. Впрочем, несмотря на влиятельных родственников, парень жил довольно скромно. Говорят, он подрабатывал на стройке, а Марина занимала должность администратора в магазине. Обычный хороший добрый мужик, делился сосед подозреваемого. Общались с ними, привет пока, хотели в гости позвать, пиво попить. Не думали ничего такого про него, в подъезде даже вывеска висит. Спасибо за капремонт, он помогал его сделать. Так сильно помог, что ему даже благодарность повесили. Обычный мужик, поджарый, спортивный, добрый, тихий, все в шоке. Руканье и криков не слышали вообще. Свекровь уверяет, влюбленные встречались давно и не конфликтовали, готовились сыграть свадьбу в начале августа. Что послужило причиной расправы над девушкой, пока неизвестно. Однако, как зафиксировали камеры наблюдения, в минувшее воскресенье будущие супруги зашли в подъезд своего дома вместе. Впрочем, позже появилась информация, что у пары все-таки были серьезные проблемы. Говорят, что Марина не разжаловалась подруге, жених поднимает на нее руку. Причем по самым нелепым причинам. В какой-то момент девушка решила обратиться в полицию, зафиксировав факт побоев. О домашнем насилии она также подробно рассказала в личном блоге. Однако, вскоре влюбленным удалось наладить отношения, и Марина забрала заявление, предварительно удалив даже скандальные записи. Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье убийства. Александра же объявили в розыск. Он не выходил на связь с матерью в течение трех дней, то есть с момента преступления. Продолжение следует...